Как ты думаешь, нажмёт ли Путин на красную кнопку? Я думаю, нажмёт. Салам, протест в Дагестане выдохся, многих пересажали, других мобилизовали. Вопрос, был ли у них шанс на успех? В чём причина провала? Хабиб отмолчался, неужто предусмотрел итоги? Был ли у них шанс? Ну, друзья, я не знаю, я не буду, наверное. Я не скажу, что его не было. Но когда вот в момент этой вспышки, если вот тогда это всё не происходит, если тогда это не доводят до какого-то конца, то вот потом какие-то планирования дальше, давайте сейчас вот в субботу, потом давайте во вторник, давайте тогда, к сожалению, опыт показывает, что так это не работает. Только вот это вот, когда это вспыхивает, так внезапно, вот в этот момент надо всё выложиться, максимально нужно сделать всё возможное, чтобы там это завершить. А если это ты там не завершаешь, ты начинаешь планировать, то враги, они, когда они знают твои планы, они, естественно, свои планы тоже строят и делают. И им несложно, понимаете, имея вот весь этот ресурс, несложно, зная ваши планы, сделать так, чтобы они у вас не осуществились. Вот представьте, вы имеете там ФСБ, МВД, Росгвардия, чего только у вас нет. Это огромный ресурс, это сила, которая у вас есть. И вот вы узнаёте, что вы тоже мониторите все эти телеграм-каналы, и вы видите, так ребята собираются в пятницу после Джома организовываться, там что-то делать. Всё, что теперь надо сделать? Надо просто предпринять меры, чтобы в пятницу они не смогли это сделать. И вообще, вообще нет проблем. Вплоть до того, что просто даже они запретят на эту пятницу выходить, скажут там эти местные чалмоносцы, выступят там с какой-нибудь фетву какую-нибудь, там придумывают, скажут, вот Сейда Фанди позвонил с того света, что-то сказал, пятница сегодня отменяется. И всё. А что из этого, что будет? Что до сих пор, что бы они ни делали, у них это не проходило, что ли? Конечно, проходило. И это пройдёт. Поэтому, конечно, уже когда вот это планирование пошло, я уже тогда понял, что ничего не будет. Но та первая вспышка, она была, конечно, сильной. Томсо, скажи, пожалуйста, президенты и правительства меняются в России иногда, а патологическая ненависть к Кавказу остаётся неизменной. Это что? Какое кредо у них? Это история. Это историческое противостояние ненависти. Не бывает так, что раз... Ну, бывает, конечно, когда в какой-то момент люди ставят точку, и после этого они могут, как в Европе. Они тоже здесь в Европе друг друга люто недовидели, убивали миллионы жизней, положили друг друга. В какой-то момент поставили точку, и всё, после этого объединились. А у нас такого не было, чтобы мы где-то ставили точку. Понимаете? У нас всегда было, что мы боролись, боролись, нас в какой-то момент подавляли, мы опять набирали сил, опять начинали борьбу, нас опять подавляли. И вот так вот постоянно, цикличная такая тема. Поэтому точка не поставлена, и, разумеется, это ненависть, она постоянно бурлит, кипит, где-то они её глушат, делают вид, ну, просто сила её, как бы давят. А потом, как только появляется возможность, мы обратно просыпаемся. И в такой атмосфере, там какой-то, не то что любви, какой-то нормальной жизненьки, нормальных отношений быть не может. Вы так уверены? Если будет Ичкерия, то будет всё хорошо. Не смешите меня. Каждый при власти будет с полным карманом. Что Чечня, с РФ, что без. На простых людей плевать, как было всегда. Я не уверен, что будет Ичкерия, всё будет хорошо. Откуда мне это знать? Может быть, не будет хорошо. Но мы будем уже сами как-то решать эти проблемы. Понимаете? То есть, свобода, она для того и существует, чтобы, если у тебя что-то нехорошо, ты мог это исправлять. А когда ты не свободен, ты не можешь ничего исправлять. Понимаете, что вот сегодня Кремль, он туда кого-то ставит, и Кремль решает, меняет, хорошо там или плохо. То есть, не люди это решают, народ ничего не решает. Пока Кремль ставит, и Кремль решает, вот этот народ хорошо живёт или плохо, не мы решаем. А вот мы хотим, чтобы у нас была свобода, и мы, допустим, какого-то избрали, чувака, правительство целое, неважно, и у нас плохо, к примеру, то мы, уже мы ответственны за вот это плохо. Это мы его избрали. То есть, мы такого плохого человека или целую там команду, правительство, поставили руководить своей страной. И поэтому это наша ответственность. Мы виноваты. И мы же будем это исправлять. У нас будут инструменты, потому что мы свободны, у нас своя страна, у нас есть инструмент для этого. А сейчас у нас вот этих инструментов нет. Мы хотим от этого избавиться. Никто не даёт никаких гарантий. Никогда такого не бывает. Но зато у нас есть рычаги воздействия в случае, если мы свободны, независимые государства. А без этого, пока будет Кремль решать, мы никакой ответственности не несем. Это состояние, как вот представим, что рабы у кого-то там, хозяина. И вот, к примеру, этот хозяин, если он плохой, рабы же не могут его поменять. У них нет такой системы. Раб, он просто подчиняется. И вот он живёт, живёт, пока этот не умрёт, по наследству не передаст его другому. И у них надежда, что вот этот следующий будет хороший, которому их передадут. А если он будет нехороший, им придётся ждать и его гибели. Причём эти рабы уже сами там погибнут, дети потом будут под ним. Понимаете? Нет инструмента для того, чтобы менять. А в свободном обществе, тут же свободное общество само распоряжается своей судьбой. А гарантии никто никогда не давал и дать не сможет. Как ты думаешь, нажмёт ли Путин на красную кнопку? Я думаю, нажмёт. Я думаю, нажмёт. Если будет ситуация, при которой нужно будет нажать. Я думаю, нажмёт. Не стоит-то как-то недооценивать его. Путин человек, сколько ему там, уже лет 70. Я думаю, для него сейчас не проблема будет нажимать на эти кнопки. Раньше, года два назад, даже год назад, и до этого времени, всевозможные эксперты, они говорили, Путин никогда не будет воевать с Западом. Посмотрите, у них там все родственники, у них все деньги здесь, у них все родственники здесь учатся, работают, живут. Что вы думаете, он развяжет войну со странами, где их семьи живут, имеют недвижимость и так далее. А вот сейчас было бы интересно спросить у экспертов, вы вроде бы так обещали, зарекались, а война, по сути, уже развязана, идёт. И всеми этими средствами он пожертвовал, и имуществом, которое сегодня арестовано, а где-то даже изъято, и этим всем пожертвовал. И учёбой своих там родных и близких, всем этим пожертвовал. Потому что да не является всё это для него ценностью, понимаете, там уже кукуха вообще поехала, там совершенно другие ценности. Надо эти моменты учитывать, его психологическое состояние нужно понимать. И это не молодой человек, он уже жизнь прожил, теперь он может ставить перед собой совершенно другие цели. Здесь важно другое. Я не столько думаю про него, то есть он нажмёт ли кнопку, он-то нажмёт. А вот остальные, которые под ним, они понимают последствия нажатия. Ведь при любом раскладе, да, там, конечно, конечно, это не та война, в которой могут быть победители, но сто процентов Россия победителем не выйдет. Это прямо сто процентов. Я думаю, это они прекрасно понимают, вот те, кто под ним, которые должны будут исполнять, ведь это же не так, кропку нажал, что-то полетело, это условность какая-то, да, как кнопку. Там очень много промежуточных таких людей, которые должны давать приказы. Вот мне интересно, они, насколько они отдают себе отчёт, понимают ответственность, насколько они готовы. Вот в чём будет вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok